И всем привет, мои маленькие любители трейда, с вами как всегда Кунька Присус, как всегда на моем канале, сегодня у нас 44 трейда, давайте-ка на них посмотрим. Первый трейд подарить Наваху, ну сразу видно, да, высокий, высочайший интеллект этого человека, ай, чтоб тебе бычки уже потушили. Дальше здесь у нас минус 2%, не критично, но, к сожалению, здесь имеются стикеры, поэтому трейд этот в минус, ну и опять же, СТ-шку я брать не хочу. Если что, я не разбираюсь, во сколько что оценивается, а если что, Кинь Контора, дружище, ну ты, во-первых, накидал говна, во-вторых, ты сейчас охренишься, того, сколько стоит этот глок. Я решил сначала зайти к нему в инвентарь, 10 тысяч инвентарь, ага, понятно, а тут Контор-то не на что делать, то есть, что вы понимали, это вот эту строчку надо забирать, ну грубо говоря, да, да, тут Контор не на что делать, полнотненько, ну, короче говоря, этот глок стоит десяточку, потому что Дигницес на топ-1 и стоит это до хрена. Бро, плиз, мне очень нужно, знаете, народ, вот я еще ни разу не видел, чтобы я читал плиз, и фига как здесь такая нулевая сделка, потом еще раз такой плиз, хренак, и сделка появилась в плюс, что вы не поверите, народ, но за пожалуйста вам не продадут ни хрена, то есть мне в магазине за пожалуйста не продадут кусок хлеба. Дальше еще одна попрошайка пытается забрать у меня Наваху, сразу видно, что бананы он использует не по предназначению, а сует их себе в жопу. ВВСТ, добро пожаловать, но сразу видно, что человек обделен интеллектом, потому что что, правильно, такие стикеры за Дев забирать, даже я себе такого не позволяю, а я трейдер всей Руси. Дальше минус 10%, знаете, тут такой случай, что даже контр-предложение делать не хочу, потому что за флот здесь нету такого овера, и опять же, допустим, даже если я сделаю вот так, да, это у нас нулина будет, а мне еще надо с этой сделки заработать себе на покушать, чао персик откисай. Минус 5%, но здесь можно было бы на самом деле поторговаться, потому что сегодня я буквально обменял неоновый гонщик, и заиметь новый неоновый гонщик была бы не дурной идеей для меня. А как мы здесь сделаем, чтобы получить 5%, ну, понятно. Так, вот это мы убираем, потому что мне это нахрен не надо, да. У меня еще докидик, да, надо с меня небольшой докид, сейчас мы его организуем. Так, в районе, значит, где-то 100 рублей, я думаю, 150 надо ему накинуть за этот великолепный трейд, вот так, нет, я со стикерами ему не хочу отдавать. Вот сейчас вот так вот пересчитаем, посмотрим. Ну да, на такую сделочку я согласен, и сразу предвижу вопросы, почему он должен мне переплачивать, а не я ему. Народ, все очень просто, я трейдер, и я этим зарабатываю себе на покушать, так же, как и КС Мани, Лотфарм и другие сайты. Поэтому, когда человек ко мне приходит, он должен переплатить, потому что его заинтересовали мои скины. Я к нему в дом не пришел, и не говорил, что мне интересно вот этот накалашек, вот этот, извиняюсь, улетел, вот этот блок. То есть я к нему не приходил, не предлагал сделки, это он ко мне пришел, а кого заинтересовало, тот и дает в плюс. Такая логика работает на сайтах. Беру намного меньше процентов, то есть если вы хотите, чтобы, ну наглядно это было человеку, если бы он хотел поменяться по КС Мани, ему бы не хватило даже этого ауга. То есть, ну, ему, во-первых, хер бы дали такой ауга, и там был бы процентов 10, наверное, в плюс себе бы сайт просил. Кунь-кунька, можно в оценку успехов в трейде, да и в целом успехов по жизни. Спасибо огромное, художник, взаимно, знаешь ли, взаимно. Привет, кунька, если интересны скины или хотя бы один из них, то кинь контор. Я не шарю, спасибо. Котовица 14, понятно, понятно. Здесь у нас 100%-то на наклейки, поверхностная закалка. Ну, блин, в принципе, ну не самые плохие скины, давайте будем честны, да? Это не самые плохие скинчики, но вопрос в другом. Здесь я это брать не буду, потому что, ну, камон, я не хочу брать ката на М4А4. Ну, допустим, если мы вот так сделаем. Ну, Лина, да, и получается стикер выйдет в чистый плюс. Ну, не самая дурная идея, на самом деле, не самая дурная. Вопрос, кто мне за это даст что-нибудь? Опять же, кому нужны следы альсфальта, когда у нас есть коллекция поток информации? Я просто думаю, народ, это очень тяжело думать, я вам честно говорю. Особенно на видосах, когда все импровизация идет. Я, наверное, просто откажусь от этой сделки, потому что, ну, не верю я, что это потом можно будет легко реализовать. Сказал человек, да, с новых и точками, как бы. Но нет, наверное, я здесь все-таки откажусь от сделки. Залетает такой трейд BSST. Почему я уверен, что это с буст ценой скин? Скин, на самом деле, не с особо этой буст ценой, но брать такое, нет, спасибо. По одной простой причине, это потом будет крайне тяжело реализовать. Так, здесь у нас самса забирает у меня такой вот стрик, стак, наклейка. Здесь надо докинуть с его стороны. Не знаю, согласится он или нет, но я тоже, знаете, как бы, кормить его не собираюсь. Типа вот такой вот трейд, если сделать, интересно. Пока я напряг вишню с этим трейдом, просто говорю, что здесь должно быть 1400+. Да, и тогда это будет трейд нормально. Здесь как раз имеется такая ямочка. Почему бы не принять? Как меня задолбали эти конченые трейдеры? Объясняю, народ. 0,19 бабочка, запомните, кровавая паутину, ультрафиолет. Это такие раскрасочки, которые дают такой буст по флоту, реально. Даже Навахо, она будет там с 0,15, если мы возьмем какой-нибудь Северный лес 0,15, кровавый паутин будет намного дороже. А, понятно. А здесь больше у человека ни хрена и нет. Но он подготовился к трейду со мной, любое хранилище там взял, все спрятал, как хомяк. Ну, правильно, хомяк, правда, пулящий за щеку. Я думаю, это все спрятал все в жопу преимущественно. Ну, понятненько. Здесь человеку вообще никак не хватит на эту бабочку. Он даже может не фантазировать на это. Ну, понятно, все в трейдбане. Ну, я был примерно прав, только не в хранилище, а все в трейдбане. Поэтому нет, человеку здесь вообще никак не хватает. Переплата здесь в районе. Короче, чтобы вы понимали, ну, чтобы он был проще ориентироваться вот здесь, должно быть написано, ну, где-то плюс, вот именно в рублях, да, плюс 17 тысяч. Вот тогда это будет адекватный трейд. А так трейд говно. И по поводу этого трейда вишня его оценил, сказал, что, в принципе, будет вот так нормально. Посмотрим, согласится сам сайл или не согласится. Наклеечки, в принципе, там не тертые. Перед кунькой, это мой первый трейд. Прошу не таксичь. Если трейд не очень, удачи в трейдах. Если не нравится, то кинь контр. Мне не нравится то, что здесь наклеечка, дружище. Вообще не хочу на клик все лутать. Дальше, здесь этот Марс, он меня уже просто в край достал. Хорошо, я с тобой поторгуюсь, если у тебя есть что положить. У тебя есть что положить, и значит, ты мне будешь попловно их доплачивать, как и стоит этот скин. И не надо пытаться от меня увильнуть. Я человек тоже, извините меня, трейдер, и тоже считать умею. Даже калькулятором пользоваться. Я понимаю, некоторые могут шокировать, что трейдер умеет пользоваться калькулятором. Ну, а по-моему, серьезно, да, я владею таким навыком. Так, надо просто посчитать сразу заранее. Ну, просто он мне закидывает в минуса, что он мне задолбался этим трейдом. Изначально был более правильный трейд составлен. Несмотря на то, что пишет 5%, но на самом деле здесь 6%. Мой стандартный процент с ненами всякими, ну, незнакомыми мне людьми. Для тех, кто, опять же, первый раз на видосе, объясняю. Я с людьми, которые рандомные, беру 6%. Для своих подписчиков, которые подписывают, сделают контр. Поскольку они так пишут лайки, пишут лайки. Ну, все логично. Пишут комментарии, ставят лайки, я как бы им снижаю процент до 5%. Но честный, честный, чистый мой заработок это 5%, не 5%, а 2,5%. Поэтому да. Кунька, желаю удачи, чтобы не попадались мамкины бизнесмены. И вопрос, стоит ли покупать АК-47 Азимов. Конечно, о чем нет. Хороший калаш, мне лично он всем нравится. Но, опять же, если он в качестве послеполевых и хороший там 0,25, наверное, флот. Минус 8%, человек со мной этот торгуется, торгуется. Вчера было минус 1500, сегодня минус 1200. Растешь, растешь, молодец. Дальше здесь у нас лопата и перчатки, конечно. Перчатки очень крутые, не спорю. Есть у тебя что-нибудь в Дакиде, если что? Можно будет посчитать. Ну да, давайте поторгуемся. Короче говоря, здесь получается такой трейд. И почему сейчас 10, а не 6%? Потому что здесь 0,18 флот. 0,18 флот придумаю я, ну, переплату не из головы, а смотрю по конкурентам. Сегодня у меня что-то прям попернуло на контр-предложение. Зацените, сколько уже за видос. Не каждый видос я столько контр делаю. Стараюсь, стараюсь. Дальше тут у нас что, ВВ-шка. Ну и говно. Дальше. Плюс 4%. И, конечно же, эти совсем незаветные, незаметнейшие Тэк-Найн, которые имеют целых 4 наклейки. То есть здесь переплата почти в 1000 рублей, народ. Вот так вот, да, бывает. Пожалуйста, я очень хочу этот ножик. У меня лоу-флот. Понимаете, в чем прикол? Вот мой ножик, без шуток, дороже, чем такой ножик в качестве немного поношенном. И опять же, пожалуйста. Вот вы заметили, да, пожалуйста, и хренак, я прям взял и не потерял 3000, а заработал. Вот почему хоть бы раз ко мне пришел, к вам челик, кунька, пожалуйста, прими этот трейд. И дал бы мне в плюс там вот так же 30%. Хотя такие трейды бывали. Но не такие крупные. Были мелкие трейды 30%, но не такая крупная сумма. Но были, да, ладно. Ладно, ладно, да. Тут вы меня можете за это взять за яйца. Минус 40%, но здесь опять же некоторые стики не считают. Потому что у меня расширение такое, кунька, блин, все, пошли отсюда. Не смотри на этот трейд, просто пошли. И даже считать это говно сама не буду. Если надо, сам считай вручную. Типа вот настолько у меня расширение тоже, согласно с тем, что этот трейд, ну, не надо считать. Минус 7%, опять же, человек имеет русский никнейм, но на английском расписывался у меня на стене. Кай, кунька, можешь, пожалуйста, сказать, у меня есть P250 с наклами 2014. На что обменяешь? Там 2015 и ни на что не обменяю, неинтересно. Привет, кунька, я сильно не шарю, если переплату за наклейки или флот, и если не интересует, можешь кинуть контр на карточки. Удачи. Блин, дружище, давай ты сам потом кинешь мне просто карточки. Дальше здесь у нас скины за кейс, объясняю. Мои подписчики, в принципе, как и я, работаем от 20, где-то 5% человек, решил послать в жопу все стандарты. Почему именно в жопу? Потому что у него все ассоциируется в жопе. Потому что его воспитывали через жопу, его долбили в жопу. Зачет он получил с помощью своей жопы. Вот, понимаете? И поэтому он так же все и считает. Ну, блин, что поделать, такое воспитание. Дальше здесь у нас нулевая сделочка, здесь какие-то наклейки. Ну, в принципе, до свидания. Здесь, опять же, 0,15 флот. Привет, кунька, сможешь кинуть мне размен моих скинов на какой-нибудь твой. Блин, я что-то помню, я к нему зашел и сразу же вышел. Чуть не вышел в окно, когда это увидел. А, ну да. Тут, в принципе, ну просто, как бы кроме шуток, а что тут забирать? Ну, вот здесь два оперативника неплохих, будем честны, да? Ну, можно вот эту ямочку забрать. Это все, что есть. И опять же, он написал размен, понимаете? Размен моих скинов. То есть, это ему разменять надо. Это не апгрейднуть, это разменять. Ну, а ты как тут разменивать? Не, ну я-то, в принципе, понимаю. Человеку надо взять, дать основные ходовые пушки. Это Мка, Калаш, АВИК, да? То есть, ну, основные ходовые, которые у нас... Ну, примерно, примерно где-то на полторы тысячи. Ну, давайте попробуем, что бы и нет. Вот я Калашик. Давайте сейчас какую-нибудь Мочку. Вот такой АВИК можно ему отдать. Да, такой АВИК и Мку. Мку можно, опустошитель. Ммм, да, хрен с ним, вот такую можно Мочку ему накинуть. Ну, и сейчас пересчитаю, если что, небольшой докид сделаю. Ну, и как раз с наклами здесь выходит такой трейд. На вопрос логичный, зачем вообще здесь торгуюсь, не знаю, народ. Просто что-то такое настроение сегодня. Извиняюсь, что прерывал просмотр видосика, но очень хотел бы порекомендовать подписаться на мою личную группу ВКонтакте. Здесь выходят куча разных интересных постов, новые скинчики, которые нас могут ожидать в дальнейших кейсах, а также многое другое, мемасы по поводу моих стримов. Ну, и самое главное, скоро уже 25 тысяч подписчиков. И, естественно, в этой группе будет проходить розыгрыш на три ножа. Многие задаются вопросом, где же обменивать скинчики, где найти людей. Пожалуйста, народ, есть моя личная группа по трейду. Я здесь сам все фильтрую, проверяю, а также мои модераторы. На данный момент это одна из самых активных групп по трейду. Здесь куча объявлений не только по CSGO, но и по Dota 2. Вы можете также сюда прийти, опубликовать свой пост и, возможно, найти выгодную сделочку. Также есть такая группа, как «Я худею с ваших трейдов». Тоже моя личная группа. Здесь я выкладываю трейды, которые не попали в видеоролик. Либо трейд был отменен, либо предметы, которые используются в этом трейде, просто куда-то улетели у меня или у человека. Но здесь в этой группе он останется навсегда. Также здесь вы можете выкладывать свои трейды, которые вам кидают всякие клоуны в минус там огромные. И как-то оригинально подписать. Естественно, пропущу этот пост и с радостью его лайкну. Также, если вам неудобно смотреть меня на YouTube, я стримлю и на Twitch. Ссылочка на Twitch есть в описании. Переходите, подписывайтесь, я буду рад каждому новому фолловеру. Многие жалуются, что им не приходит оповещение о стриме, что вышел новый видосик на канале. Для этого есть сервер Discord. Просто подпишитесь на него, и вам всегда будут приходить уведомления о новых видеороликах. Также здесь есть специальные чаты, где вы можете трейдиться, либо спрашивать советы у других трейдеров. Вот честно, вам не могу объяснить. Просто есть порой такое настроение, прям хочется поторговаться с людьми. Ну, опять же, у меня такого оперативника нет. Я че, он прикольный. Наваху на нож в минус 33%. Ммм... А, я уже закинул, что он списокнул. Ладненько, чтоб тебе одноклассники лей моментом стул намазали. Можно в оценку? Конечно же можно. О, мой собрат по аватарке из события. Из события тоже, вы видите, мы головой их так качаем. Событие было с теми, когда можно было получить такие аватарки. Не знаю почему, но вот рисовка моей аватарки мне очень сильно понравилась. Дальше здесь у нас чучело просит 60% от наклеек. Да, народ, не 10, не 20, не упаси, господи, 30. 60% от наклеек. То есть, объясняю, это если бы коллекторы пришли в банк и сказали, что теперь банк должен им денег. Ну вот это, ну что-то на вот таком уровне. Дальше, опять же, гениальнейший трейдер, который слал в жопу все стандарты и правила, что, ну, 20-25% чистого профита. Ликвидный трейдер, такие профиты не лутает. Только трейдер, который занимается скины за кейсы. Ну, этот человек решил, слушай, кунька, давай, ты мне дашь плюс 40%, а я тебе мать свою на неделю. И чтобы вы понимали, даже это все равно будет минус. Смотрю по стиму, не бей кинь, кот только юсп нужен. Только юсп. Блин, я прям не знаю, конечно же. Я прям не знаю. Вот что тут делать? Просто он с другой стороны. Блин, я бы лучше после полевых залутал бы, наверное. Наверное, я все-таки откажусь. Привет, кунь, есть ли переплата за паттерн на моем авике? Там вот этот котик, мы смотрели на стриме, котик там на тир 2 позиции, ну, типа, самая лучшая позиция. Не знаю, есть ли за это овер? Я говорю, что нет. Кто-то говорит, что есть до сих пор, опять же, нулевой трейд. Куча говна, но тут будет в плюс ради правды. Кунька, привет, хочу выменить твою авп на АК47019 флот по кейсмане, переплата 18%. Неплохой трейд, честно, неплохой, но я не хочу. Я не хочу брать себе СТ-шку, мне этот авик гораздо лучше и легче обменять. На мана? Вообще, ты ж моя зайка, ты ж такая лапочка. Ой, блин, если это реально девочка, чтобы у тебя парень между ног, блин, языком проводил времени больше, чем на свежем воздухе. Пожалуйста, пожалуйста. Ой, господи, боже мой. Иди у кошек отбирай еду, если ты такой голодающий, тебе даже на ножик не хватает. Иди, отбирай еду, корму у кошек реально бродячих. Вот жри и копи деньги себе на нож. Просто 200 сольки, просто спасибо огромное. Привет, кунька, недавно начал тебя смотреть. Не шарю за трейды, но вроде 0.15 на моем ноже есть переплата. Если что, кинь контр. А меня еще с другими трейдами нахер не послали? Ну просто вот здесь вот, блин. Ну, знаете, тут что в лоб, что по лбу, в принципе, да? У меня только один торг получается на этот ножик. Не. Ну, пускай кто успеет принять, кто-то успеет принять. Сейчас посмотрим, что тут. Скинчики неплохие, после полевых все. 0.15. Да, за 0.15 идет переплата, но у меня 0.18, я тебе как бы не уступаю. Ну, давайте сейчас пересчитаю. Короче говоря, пересчитал, прикинул хер к носу, как-то так выходит. Может, я, конечно, и обсчитался, но вроде бы нет. Потому что у него здесь овер, у меня овер. Блин, не знаю, короче, ладно. Пускай тоже посчитает. Я говорю, я иногда могу тупануть, но вроде пересчитал нормально. Привет, кунька, удачи в трейдах и держи небольшой подарочек. Привет, спасибо огромное. Спасибо большое тебе за подарок. Привет, если не нравится трейд, пожалуйста, никого не оскорбляй. И можно в оценку, в оценке ты уже был, я прямо сегодня записываю видосы и монтировал, я тебя там видел. Блин, я не знаю, сколько у нас переплата идет на сигналке за 2 нуля. 60 рублей идет. Так, трейда никого не оскорбляет. Так, а, ну понятно, контур, он не говорил, что ему надо. А это здесь я не вырулю в контур. Ну, здесь переплата реально, 60 рублей, типа, ну, это не такая большая сумма. А вот, ну и опять же, это все для крафта используется, поэтому просто отклонил. Здорово, нашел на баффе коллаж сынеглянец за 360 юаней с наклейками кулуда дремхак не холла. Скажи, это норм цена? Народ, я уже говорил не раз, я не оцениваю стикеры. Даже своего стикер, да я не знаю, стоимость. У меня для этого есть человек, к которому вы также можете обратиться. Ссылка в описании. Я с доната по поводу инвентаря. Я уже, по-моему, что-то там оценил. Я уже на стриме все сделал. Я уже на стриме все сделал. Ладно, трейдинг ланяется. Ну-ка обновляем и отклоняем. О, заработал, починил. Кунька у нас инженер. Нулевая сделочка, оказался мой подписчик. Ну, а что, ежик? Это он и в Африке ежик. Не знаю, вроде говорил, как хочет контр, но я вроде как и не хочу контр. Поэтому, наверное, я просто откажусь. Ку-кунька, оцени инвент. Ку, хорошо, давай оценю. 25 юаней за штуку по бафу, если что, кинь контр. Я подписчик, так что давай без агра. Вообще неинтересно. Вот, бери и играй с этой скумбрией сам. Кушай, кушай, хороший мой. В следующий раз за аниме придю. Хорошо, приходи, будем ждать. Эй, оба трейда на складной ножик отлетели в жопу. Ну и ладненько. Ну и, собственно говоря, вчера, как я думаю, вы помните, чел мне закинул минус 12%. Получил контр на такой же минус. И закинул минус 86%. Ммм, чтоб тебе руки ампутировали. По поводу трейда. Вчера на стриме мой подписчик мне закинул трейд. Такой легион на Нубиса. Плюс М4А4 на Ионуарчик. На Император, Сланец и Стрелковая Дисциплина. Также Аксел, мой подписчик, подарил мне кисик на открытие. Открыл, ни хрена не выбил. И еще трейд сегодня был. Заговор обменял и неоновый гонщик со стаком ОГ на Синий Глянец. Да, здесь Днави. Вообще, я не знаю, нахрен я его взял. Но вздали в плюс пришлось брать. Опять же, я думаю, уже в комментариях потихоньку начали сомневаться в том, что я трейдер в СРУСи, поскольку трейдов маловато. Но, ребята, ничего не поделать, потому что все ждут выхода КС-2. Опять же, мне прилетают сделки на некоторые ножи. Но эти ножи я не обмениваю. Да, допустим, волны, мраморные градиенты. Я все-таки жду вторника. Да, то есть, если во вторник я не выйдет, тогда я начну сливать волны. То есть, сейчас мой инвентарь выглядит вот так вот. Опять же, хот-род, понимаете, это все. Большая часть пока что инвестиций и не трейдится. Ну, а если вы хотите со мной обменяться, моя ссылочка на трейд находится в описании видеоролика. Переходите по этой ссылке, выбирайте скинчики, которые вас заинтересовали. Выбирайте скинчики, которые вы готовы отдать. И подпишите. Кунька, я не шарю, если что, сделай кондо-предложение. У меня есть куча стикерда, ножей, всего-всего-всего наисамого большого. Опять же, даже, допустим, первая ката, как себе залутать, да, оно довольно-таки дешевое. Ну, там где-то 4 700, что ли, оно стоит. Не так уж и много, я имею в виду, не по стиму, а по бафу. Ладно, народ, на этом у меня сегодня все. Спасибо вам огромное за ваши лайки, подписки, комментарии. Они очень сильно мотивируют меня делать видосы и стримы дальше. За это каждому из вас огромнейшее спасибо. Ссылочки, которые вас могут заинтересовать, будут в описании этого видеоролика. Ну, а с вами был Кэкси Дакунька. Желаю всем позже подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ!